Стивен Чайлд. Кроме того, дополнительные ассистенты Майкл Оливер, Крейг Полсон, четвертый судья Бобби Мэдден из Шотландии и делегат УЕФА Адонис Прокопио из Кипра. Игра началась. Украинского футбола за последнее время и, скорее всего, после Евро именно Шевченко. Команда возглавит, это опасный момент был. Марио Геомес, Марио Гетце, простите, Марио Гомес в запасе у сборной Германии. Взял игру на себя и он первым бил. Попал в защитник фланг. Здесь Артем Федецкий. Дальше вперед на Виктора Коваленко. Но вот здесь здорово опять-таки Федецкий сыграл. Удор! И это Коноплянка! Атаковала сборная Украины. Посмотрите, как в борьбу здорово пошел здесь Федецкий. И вот удар сли. Итак, Зил и Кросс у мяча. В итоге Кросс все-таки подает. И опасный момент. 1-0 с голову! Да, Тони Кросс, конечно же, Тони Кросс сделал передачу и на чемпионате мира 4-0. До этого в Южной Африке 4-0 вынесли сборную Австралии. То есть к первому матчу под руководством Лёни в группе всегда является проблемным. И на чемпионате мира была ничья со сборной Ганны и на предыдущих крупных турнирах с фамилией Мюллер на спине. Коноплянка еще один угловой подача. Их очереди! Тайм! Да какой за тайм? За 25 минут! Да, Украина вот второй супермомент создает. И здесь как раз Мустафи уже постановить этот прорыв. В частности, Шкодран Мустафи очень быстро прибежал. Длинная передача, нет положения вне игры. Выход 1 на 1. Пятов спасает свою команду. Эпизоды, повтор, которые мы сейчас с вами видим, то все началось чуть раньше, когда Шкодран Мустафи успел убежать на свою половину поля, вернуться и отобрать мяч. А потом уже вот такая передача. Впереди за Зулю. Немцы это прекрасно понимают. Коноплянка подача в центр. Мяч отбит. И подбор за Украиной. Удар поворотом. Нет. И в российской футбольной премьер-лиге. И мяч после его удара. Хороший удар. Можешь вместиться. Под левую ногу и пробить. Вот так вот передача. Отлично! Боже ты мой! И нет! Мяс не летает! Ассивная, конечно же, а очень дожатая. А вот момент как раз с Буатенгом и... Нет. Ноу гол. Ноу гол. Очень заряжен на борьбу в сегодняшнем матче. Очень хочет себя проявить. Какая диагональ Джерома Буатенга. Очередная. Удар поворотом. Пяток выручает свой тайм. Потому что, может быть, немцы чуть-чуть недооценили сборную Украины. И слишком много оставляли перед началом чемпионата мира. Когда он тоже постепенно подводился к составу. Играл сначала 20 минут. Потом полматча. И в конце сыграл важнейший урок. Ухожая история в 2012. Его тоже тогда после травмы взяли на чемпионат Европы. И провел он, надо сказать, чемпионат Европы вниз. Ракицкий бьет с левой ноги! На самом деле для Нойера это большой праздник. Потому что в составе Мюнхенской и Баварии ему не часто удается вот так вот себя проявить. А сегодня, мне кажется, он... Ну, не обязательно вместо Марио. Геотес тогда может отойти в глубину поля. Дальний удар! Пяток выручает свой... Друг с другом сборной Германии и Украины. Украина не выиграла ни разу, но трижды эта команда сыграла с Хедира. Пас направо. Бенедикт Хевидес. Ну, вот пошла подача высокой. Хектор! Там мог быть только либо Хектор, либо Драксер. Но здорово. Геотес уже подхватил мяч. Убирает на замахе. И дальний удар Томаса Мюллера. Мяч отбивает. И голы до финала. Как на чемпионате мира в Бразилии. Здесь не решился пробить сам. Скатил в глубины. Пасы точные. Геотес, а мяч подхватывает. Скидка. И будет удар Шурли! Мимо ворот. Пытается себя проявить. Он ведет борьбу с Драксером за позицию левого атакующего футболиста. Если бы Ройс поехал на чемпионат Европы. Не удалось зацепиться за мяч. Хевидес играет на Мюллера. И тот вперед. Просто нет положения вне игры. Андрей Шурли пяток выходит из штрафного. Закер с Ламом объявить самостоятельно, что мы заканчиваем. А это Узил. А это Узил. И пяток. Украины. Вот так вот возникла эта ситуация. Пас в одно касание. Великолепный. В очередной раз Тони Кросс выводит своего партнера. Молент. О какой. Покидает поле. Вместо него Бастиан Швайнштейн. Ну фактически один герой финала чемпионата мира меняет другого. Потому что да. Перед чемпионатом. Делает эту передачу штрафную. Но пока Германия бежит в контратаку. Нет положения вне игры. И со своей половины поля стартовал Месуту Зил. Передача. Два нота. Победа тяжелая. Победа. Ну и не скажешь. На классе только да. Это победа.